многие из вас слышали такое выражение война на небе состоялась война на небе произошла война на небе была война на небе или что-нибудь такое похожее на это и если брать церковные источники то они нам утверждают они нам говорят что война на небе состоялась между различными воинствами черным белым ну и так далее там ангелы архангелы бились и такое прочее вот как вы считаете насколько правильным это сообщение может быть была ли это война на небе или не была пока вы думаете я вам начинаю рассказывать дело в том что когда я впервые услышал об этом это было очень давно лет наверное 20 тому назад я тогда задумался вообще принципиально к чему это может иметь отношение ну например прилетели инопланетяне с разных сторон и две эти эскадры друг друга побили и посыпались на землю в виде каких-то остатков этих прилетевших экспедиций может быть такое но в принципе может быть и такие предположения родил не только я а очень многие люди начали пиарить тогда в те годы что была такая вот космическая битва а потом все это сошло на нет по одной причине нет никаких остатков этого и самое главное что сейчас эта тема не рассматривается вообще по причине того что нет никакого космоса нет никаких инопланетян потому что нет никаких иных планет они не существуют если бы они существовали как некоторые добавляют они уже прилетели но дело даже не в этом просто конфигурация нашего мира совсем другая и прилетать никакие инопланетяне ниоткуда не могут поэтому эта версия была закрыта несмотря на то что в пользу нее говорили какие-то веды которые писали что там индусы все летали предки индусов летали все это билось расшибалась но короче все умерла это гипотеза тогда начали обращать внимание на христианскую на авраамическую на библейскую но там вот эти все ангелы архангелы бились и как-то знаете тоже не очень верится что какие-то монстры без извините за выражение яиц и женских принадлежностей они там бьются ради чего-то потому что все то битва то такого плана идут только за женщину я понимаю там цель то есть а ну что это у нас что вы не думаете что тогда было поведение такое же как у нас в московских или мировых театрах что голубые с голубыми что ли сражаются за голубых ну не знаю как-то это тоже не прижилось а самое главное никто до сих пор не знает что такое ангел что такое архангел все считают что ангел это вот а архангел это вот повыше побольше помощнее но поэтому как-то решили что мне тоже что-то не похоже и бросили эту тему бросил ее и я до тех пор пока не нашел случайно абсолютно в интернете странную географическую карту карту небо я вы многие тоже знаете наверное и в книгах своих я много этому отвожу место очень сильно занимаюсь исследованием ну скажем так не астрономии а звездного неба потому что астрономия это исследование звезд как таковых которые являются объектами для исследования в том числе и внутренней своей структуры а я изучаю звездное небо как архитектуру которая сама по себе интересно а отдельные звезды большого интереса для меня не имеют так вот я обнаружил такую интересную карту которая вдруг поставила передо мной еще больше вопрос если простая карта звездного неба которую вы все прекрасно знаете имеет вид примерно такой что там допустим созвездие геркулеса созвездие скорпиона зодиакальный круг есть созвездие дракона то есть вы понимаете что над северным полюсом одни созвездия над экватором другие созвездие зодиакальные а над южным полюсом земли там третий созвездие созвездие южного неба и над самым южным полюсом находится созвездие корма который как раз от того самого ковчега который якобы теперь нашли вот не на небе что в принципе правильно он должен быть на небе потому что это все сказки которые касаются небесного расположения объектов ну а некоторые умники находят эти ковчеги и на земле ну например вот в араратских горах найден тоже ковчег вот как раз тот самый который на небе на южном небе на полюсе южного неба а на полюсе северного неба находится камень алатырь находится созвездие дракона вокруг него созвездие дракона как раз тот самый велес про которого я много говорю ну и так далее а камень алатырь с четырьмя этими самыми реками он обозначен на одной из географических карт которую сегодня нам показывают мол вот посмотрите здесь же показаны что на северном полюсе текут четыре реки камень алатырь стоит просто люди не всегда соотносят в своем сознании небеса и земные тверди некоторые карты рисуют либо в двойном изображении либо в определенном совмещенном у нас есть две карты одна карта обычная географическая которая рисует наши территории то есть наши континенты города и села а другая карта есть карта небо звездный атлас так называемый он рисует уже совершенно другие вещи но самое главное что обе эти карты друг другу соответствуют что на небе то и на земле нужно правильно их только совмещать а совмещать карты не всегда правильно удается и иногда делаются очень серьезные ошибки даже вот я обратил внимание на одну ошибку она до смешного проста но до очень важного важна сейчас я вам про нее тоже скажу и так простая карта звездного неба которую каждый из вас видел миллионы раз она представляет собой обычные созвездия которые вы все знаете прекрасно расположены на тех местах которые вы все прекрасно знаете если вас спросить например найти тот самый орион созвездие ориона некоторые из вас достаточно легко найдут это созвездие так вот когда я ковырялся с этими картами рылся в них искал еще что-нибудь случайно обнаружил так называемые библейские карты звездного неба я даже сначала не очень понял что это за карты а потом даже не понял как их как говорится съесть чем их съесть каким маслом и вообще как в них разобраться что-то как-то ключика как у буратино не находилось дело в том что эти карты появились в 1626 году это как раз тот год когда началась на небе война теперь я вам скажу что это за война война на небе это война карта до 1626 года 26 вы имеете ввиду это плюс минус это не день в день карты существовали те в которых созвездия были преимущественно обозначены греческими именами ну то есть обычный а в 626 году в 1626 году церковь попробовала заменить все греческие созвездия своими персонажами из библии была составлена двух полюсная карта на одном полюсе были созвездия из евангелия то есть из нового завета на северной части неба а на южной части неба были сделаны созвездия поставлены созвездия из ветхого завета то есть из иудейского завета и многие эти новые персонажи они стали заменителями тех греческих созвездий и самое интересное что потом развязалась огромная война между так называемыми астрономами и надо же такому было случиться что про греческие астрономы все-таки отстояли древние названия созвездий потому что если бы этого не случилось то так называемые библии со своими персонажами она бы еще себе увеличила плюсов и вот таким вот государственным небесным переворотом завоевал бы себе еще более уверенное место место лжи и лгущего существа и вот теперь я вам расскажу в чем была допущена библеистами та самая ошибка которую я упомяну дело в том что вы все прекрасно знаете и это опять из тех географических карт видно что цивилизация развивалась на земле совсем другим образом если мы берем древние карты ну например там у нас есть 10 века и 14 13 веков но пусть будем считать что эти века они настоящие главное что у нас есть несколько карт штук пять наверное которые в той или иной степени считаются достоверными все эти карты они нарисованы под одну копирку следующим образом есть центр этой карты он совмещен с горами кавказа с местом где находится сегодня араратский ковчег и вокруг него 12 ветров 12 не 4 стороны света потому что такого раньше не было а 12 ветров которые соответствуют 12 сторонам света как на часах то есть центр и 12 вот этих цифр а потом уже добавились те самые стороны света это был 17 век после того как декарт свою декартовую систему координат представил миру он ее представил в 1637 году и вот из нее как раз из этого представления возникла эта война на небе сейчас я к ней вернусь а теперь я возвращаюсь туда к этим круглым картам так вот карты эти круглые говорят что изначально был центр земли ну допустим в те времена которые они представляют это был кавказ со своим ковчегом и потом из него во все стороны цвета в 12 сторон света шли выселки которые и образовывали цивилизации на этих направлениях и самым последним к двадцатому только веку исследованием наших вот этих сторон стал север и юг юг со своим вот этим новым небом на котором находится тот самый ковчег но в центре южного неба это самое последнее по времени открытие то есть раньше человек об этих землях не знал ничего и даже не догадывался о том что они существуют и каким-то образом завязаны на нашем историческом контексте так вот ошибка в религиозных картах библейских сводится к следующему они новые завет поместили на северное небо а старый завет поместили на южное небо что противоречит полностью библейским повествованиям потому что сначала был ветхий завет а потом из него уже появился новый завет поэтому если бы библеисты хотели использовать знания и подтвердить эти знания так как они развивались в реальности они бы новому завету отдали бы южные страны а ветхому завету отдали северные страны в этом и заключается ошибка тех библеистов которые развязали эту войну ну и самое интересное то что вообще эта ошибка в совокупности с тем видением теперь сегодняшних небесных карт звездных карт совокупности с тем что они сегодня представляются как некие полусферы вокруг сферической земли все это приводит к тому что звездное небо теперь является жесточайшим твердейшим доказательством тому что ветхий и новый завет были сочинены всего лишь в начале двадцатого века всего лишь в начале двадцатого века потому что они поддерживают именно те расположения различных звездных и земных факторов которые известные нам стали только в двадцатом веке а представляете что откроется завтра и завтра когда мы поймем что земля совершенно другая по своим внешним и внутренним качествам мы уже поймем что вся эта библия была придумана на материалистической основе которую придумал карл маркс и основой этой религии стал карл маркс и ленин несмотря на то что они у нас здесь сделали якобы атеистическое общество вот в чем фишка а все эти старые воззрения христианского и иудейского толков на природу в прошлых веках они сделаны задним числом фальсификации летописей и других различных исторических документов в своей книге 12 ликов еги я описал подробности той самой войны на небе которая по картам произошла вроде бы в 1629 году на самом деле время этой войны это вторая половина может быть середина двадцатого века почему потому что только к середине двадцатого века наконец-то наша цивилизация сделала хоть что-то понятное для себя из обобщений которые показали что такое звездное небо каким образом оно расположено над нашей сложной по геометрии землей потому что раньше считалось что она земля плоская и тогда получается что северный полюс у нас над центром земли а южный полюс неизвестно над чем и вот когда в середине двадцатого века пришли только к рассуждению о том что южный полюс небо находится над южным возможно полюсом земли и когда уже сороковых 50-х годах был открыт южный полюс земли реально вот тогда все это начало закольцовываться и на основе того что к 1934 году наконец-то было придумано оформлено полностью оформлено христианство как религия воскрешение через южный тот самый полюс то вот тогда и начала возникать это самая война на небе и она стала привязываться к реальным событиям вот передо мной первая карта она вам всем известно здесь изображены два полушария звездного неба расположены над сферической землей первый полушария левая по рисунку это северные полушария а правая полушария это южный полушария вот вы видите в центре правого полушария там где рыба головой уткнулась в самый центр чуть ниже нее находится созвездие корма это тот самый ковчег ноев ковчег про которого мы всегда во все века во все десятилетия помним по этим самым сказанием тот который был на других картах на картах земли расположен на том самом месте араратских гор вот это называется классическая карта небо которую мы знаем и тогда в те времена в древние и сейчас когда мы начинаем обращаться в своих интересах к небу все созвездия здесь показаны так как они есть на сегодняшний день а вот берем следующую карту вот именно эта карта она и является продуктом тех сил которые развязали на небе ту самую религиозную войну вы видите перед собой половину звездного неба горизонтальная часть этого звездного неба она показана таким пунктиром и есть такая наклонная линия по которой на том варианте карты идут различные зодиакальные созвездия а здесь все созвездия все заменены библейскими персонажами я думаю что многие из вас впервые видят такую карту и вот именно эта карта это была попытка библеистов поменять все известные ныне созвездия на свои если бы они это сделали то все вся история планеты исчезла бы вообще в веках и все бы просто были обязаны думать что и небо было библейским как нарисовано на этой карте представляете что хотели они сделать я честно говоря удивляюсь кто противостоял библеистам и как это получилось что мир от них спасли вот на этом самом моменте но тут если разбираться с этой картой кому интересно кстати можете найти ее в интернете она естественно есть цветная крупная большая то есть там все будет видно не так как на экране а достаточно подробно и вы можете сравнить эти две карты по расположению и даже по описанию там в принципе по этому описанию тоже можно будет понять какими библейскими персонажами хотели библеисты заменить персонажей реального звездного неба для того чтобы отправить свои библейские сказания сказками я их назвать не могу это вымысел потому что на небо чтобы обозначить небо как рай например северное небо и ад южное небо и здесь нужно понимать помимо того что вот такое мухлевание состоялось или почти состоялось но попытка по крайней мере была здесь нужно понять вот ту череду моментов что сначала сначала исследователи думали что рай и ад находится на земле и это продолжалось до середины двадцатого века все вот эти потуги как с той же кольской сверх глубокой даже что пытались просверлить туда сказках велес отворяет откидывает камень огромный и там находится проход на тот свет и кощей с его адом или с тем светом живет там под землей есть другие варианты например на озере около ватикана найден тоже тот самый огромный шлюп такая большая большая лодка огромная лодка можете стать поискать я вам сейчас ее немножко попозже покажу который тоже считается тем самым ковчегом на котором приплыл туда в ватикан тот самый иной искали этот ковчег и в рарадских горах вы знаете искали его где только не искали а колумб колумб это голубь он умудрился на ковчеге вместе с тем самыми евреями которых изгнали в 1492 году приплыть к островам америки и открыть ту самую америку это тоже было плавание ноя с этим колумбом колумб переводится как голубь который и открыл эти самые острова вот эта карта это половинка того самого неба вот вторая половинка где здесь идут уже все остальные персонажи вот здесь видите есть и красное море справа внизу почти на четверть картинки это то самое разошедшиеся красное море через которые древние евреи уходили из египта то есть они сюда засунули все хотя надо сказать что и на старой карте на старой карте есть созвездия иридан которые полностью соответствуют этому красному морю и тому самому мифу но просто старые карты понимаете там есть еще греческие персонажи есть атеистические персонажи то есть светские есть там еще какие-то персонажи латинские еще какие то есть это ранний период так скажем завоевание научного завоевания неба через вот эти карты через вот эти представления а это 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 с новый вариант не смотрите на датировку этой карты 1629 год это полностью ложь полностью вранье сделано на судя по открытиям которые в нее зафиксированы я просто не буду много рассказывать она сделана эта карта примерно в середине двадцатого века когда еще раз подчеркну стало окончательно ясно для светских научных кругов что планета у нас скорее всего сферическая и что южные северные полюса небо располагаются соответственно над южным и северным полюсом планеты у планеты два полюса у неба два полюса вот это две карты отражают два полюса перед этими картами перед этой и той греческой естественно была русская система в русской системе зодиакальными созвездиями является потомки сварога сварога это первое созвездие на сегодняшних картах созвездие геркулеса и потом все остальные по кругу а кощей например на русской карте это созвездие кефея оно так и осталось с тех пор названным а макош это созвездие кассиопей то есть богини космоса все так и осталось причем созвездия в русской карте они располагались над теми сегодняшними городами руси которые расположены именно на Руси в соответствии с этими небесными созвездиями. И именно поэтому Москва находится в центре, Москва это молочная гора, гора Меру переводится как термин, как называется, вокруг нее Велес, это созвездие дракона, это все вот эти валы, которыми была Москва обнесена, это все ипостась вот этого самого дракона Велеса. Вот эта большая стена, про которую я все время говорю, которая проходила через и проходит через всю землю, это круг зодиакальный, зодиакальный круг, а, например, созвездие Кефея, Кащея, оно приходилось на территорию современной Рязани. Король Кащея это и был рязанский король, он и изображен на рязанском гербе. И вообще все созвездия русские, это отдельная тематика, я просто сейчас коротко произношу, они все созвездия русские, они все запечатлены на русских гербах. И геометрия расположения всех наших городов русских, вот центральной части, она полностью кольцевая, не одного города, а всех городов, все вот эти Владимиры, Рязани, Тулы и так далее, она полностью кольцевая и полностью соответствует геометрии неба над ними. Это только один вариант на Земле такой, только у нас в Центральной России. Больше таких вариантов нет. Максимум, что есть в некоторых европейских старинных городах, самых старых, что там использована внутри города, кольцевая структура постройки кварталов города. А так в основном, особенно вот такие города, как Нью-Йорк и тому подобное, они все построены по декартовой системе координат, а это все недавнее время. Как я вам уже многократно говорил, декартовая система координат, это изобретение примерно 17-18 веков. Тогда и были построены такие города, как, например, те же американские или наш, например, прямо построенный город, это тот самый Санкт-Петербург, который и строился в честь декартовой системы координат в 18 веке. Все совпадает, как вы видите, по датировкам. Поэтому эти культурные традиции, это очень важно для датировок и для понимания развития цивилизации. Здесь я не буду говорить, какие созвездия заменяли собой, какие другие. Реально, я вам еще очень важную штуку скажу. Повторю просто ее для лучшего запоминания. Дело в том, что, когда была русская тема, русская тема карт, геометрии, географии, это было до середины 20 века, она представляла нашу Землю плоским блином, плоским блином с центром в Москве. И смысл был здесь вот какой. Когда сверху на эту карту мы смотрели, мы видели центр в Москве, он соответствовал полярной звезде. Вокруг него был Велес. Это как бы народный бог всей нашей центральной России, Руси. Он был как раз созвездием Велеса, созвездием дракона, которое сегодня расположено на тем самым центре мира в традиционных звездных картах, тех самых древних. А вокруг еще следующий круг. Он обозначал тот самый зодиакальный круг. И мы с вами видели Землю с полюса, с верхнего полюса, которым полюсом являлась в то время Москва. Вот фишка в чем. А этот зодиакальный круг, он пролегал по тому экватору, который в то время считался, что он там находится, вот в этой части. И стена строилась вот именно по этой части, которая и обозначалась в то время экватором. Что сделали христиане? Почему война на небе была? Они взяли и вот эту вот геометрию этого пространства они просто перевернули, не стали смотреть на нее вот так с точки зрения полюса. Они ее перевернули так и сбоку теперь смотрят. У них теперь средняя линия стала тянуться горизонтально, она стала экватором. Вот на этом снимке она у вас посредине горизонтально. А полюс разошелся один наверх, другой вниз. И так образовалась круглая Земля. Вот в чем была фишка-то. Как поняли, что Земля-то круглая? Возможно, возможно, я подчеркну, потому что северный полюс с южным при такой проекции они разошлись и стали друг от друга независимыми. Раньше считалось, что южный пот с северным, когда смотрели через полюс, а теперь, когда вот так на 90 градусов повернули проекцию Земли, то все поменялось. И самое главное, что если раньше, когда мы смотрели через полюс, у нас шли все вот эти круги, полюс, полюс, полюс и круги, круги, круги. А теперь, когда мы Землю повернули в профиль, у нас стали только горизонтальные линии. И вот это, поворот Земли на 90 градусов, переход на такой вариант ее демонстрации, это и стало христианством. Христианство в этом и заключается. Это не какая-то вера в какого-то Бога, в какие-то идеалы. Это другой взгляд на строение самого Бога. А Богом является, естественно, наша Земля, Гира. Вот и вся песня.